Нашего героя по праву можно назвать сладким чемпионом. Руслан Громаковский совсем недавно выиграл чемпионат Украины по кондитерскому искусству. У Одессита было 14 часов, чтобы превзойти своих соперников и получить путевку на чемпионат мира в Париж, что он и сделал. Сейчас мы пойдем и узнаем, как ему это удалось, и я надеюсь, что-нибудь попробуем. На кухне у Руслана пахнет шоколадом, а на столе лежат, на первый взгляд, несовместимые с кулинарией вещи. Шпатель, термометр и большая мраморная доска. Как выяснилось позже, шоколад любит точность, поэтому кондитеры постоянно измеряют его температуру. Мраморная доска служит охладителем, а шпатель требуется для перемешивания и ровного распределения десерта по поверхности. И этот шоколад мы сейчас будем охлаждать. Охлаждать мы его на мраморе с помощью шпателя и палеточки. Мы его разравниваем тонким слоем по всей поверхности. И тем самым он очень быстро у нас остывает. Шоколадные десерты – главный козырь Руслана. Однако на чемпионате удивить судьи обычными скульптурами и тортами было бы невозможно. Поэтому кондитер включил креатив и добавил в конфеты начинку из конопли. Разумеется, именно этот десерт жюри ценило больше всего. Все судьи смеялись, говорили, что это маленький такой ход, но мне было легко сделать конфету, потому что начинка состояла из двух компонентов. Из перебитой конопли, просеянной через сито, и из марципана уже готова. Просто надо было смешать. Приготовление – пять минут. Финал чемпионата посвятили Анне Ярославне, королеве Франции. Соответственно, все десерты должны были тематически относиться к XI и XII веку. Судьи оценивали кондитеров по трём критериям. Самое главное – это чистота работы, то, что вокруг тебя второе – это идея и вкус оценивалась. И третье – сама презентация и креативный вообще подход. По образованию Руслан – экономист. Кондитером стал благодаря мастер-классам, видео на ютубе и постоянной практике. Идти на помощника кондитера, где-то в самой обычной даже столовке, учиться просто самим азам, переходить на какой-то другой уровень, другую кондитерку, более продвинутую, потом ещё на другой уровень. То есть постоянно повышать свои знания путём своего места работы. Однако у самого Руслана сейчас стабильной работы нет. За четыре месяца кондитер сменил несколько мест. Не сходился во взглядах с работодателями. После чемпионата Руслан думает насчёт собственного бизнеса, однако не перестаёт искать подходящую для себя вакансию. Самое главное – это реализация себя. То есть, чтобы не делать там рутинную работу, постоянно там крыжи катать и всё, сосиски в тесте. Так, чтобы поставить хорошее, красивое, качественное меню и одновременно заниматься заказными какими-то тортами, делать какой-то интересный декор. В феврале 2020 года одесский кондитер представит сборную Украины на чемпионате мира в Париже. В ближайшее время для команды подберут тренера, а пока что Руслан готовится к соревнованиям самостоятельно. Главным конкурентом для украинцев будут, конечно же, французские коллеги. Однако кто именно станет чемпионом мира, покажет время. Александр Явник, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Репортер. Репортер.